Одесситов просят по возможности ограничить свое участие в массовых акциях 2 мая. По оперативной информации, полиции возможны акты агрессии против групп людей. Речь может идти даже о диверсии или теракте. Чтобы этого не произошло, правоохранители прилагают максимум усилий. Все подробности далее в нашем сюжете. Стационарный пост полиции на подъезде к Одессе на Киевской трассе. Уже несколько дней правоохранители работают в усиленном режиме. Особое внимание уделяют автобусам и микроавтобусам. Значит, ищем запрещенные для оборота вещи. Допустим, наркотические вещества, взрывоопасные вещества, полище-режущие, холодное оружие, огнестрельное оружие. В автобусах проверяем людей, которые следуют. То есть, если есть организованные группы людей, которые подпадают под некоторые критерии, которые вызывают подозрение у патрульного. То есть, таких людей проверяем. Сами водители относятся с пониманием. По крайней мере, те, кто не нарушает. Проверяю, значит, надо. Я относюсь до этого нормально. Все, что я могу сказать. Если будет не проверять, то что делать. Это их работа. Я не против ничего. А уже в самой Одессе, на Куликовом поле, руководители силовых подразделений обсуждают нюансы работы 2 мая. Помимо местных правоохранителей, приехали чины из столицы, из центрального аппарата. Всего планируют задействовать более 2000 человек. Действительно, есть сигналы по каналам Службы безопасности Украины, по авентурно-оперативной работе, что есть высокая уверенность какой-то агрессии относительно этих граждан, что соберутся. Это мается на увазе, что диверсия, что террористический. Но мы надеемся, что этого не будет. И больше, чем надеемся, мы впевнены. Все необходимые заходы заразведены для того, чтобы риск был минимальным для наших граждан. За происходящим в разных районах города и на Куликовом поле в том числе следят наблюдатели ОБСЕ. Говорят, тоже принимали участие в подготовке к годовщине трагических событий. На прошлой неделе у нас в офисе встречались представители силовых структур, с активистами Куликового поля и обсуждали ситуацию, и обсуждали, как лучше всего предотвратить возможные столкновения или неприятные ситуации 2-го и 9-го года. В то же время улицы города патрулируют усиленные группы правоохранителей, в том числе на бронетехнике.